Всем доброе утро! Всем доброе утро! Всем доброе утро! У нас новый день, и мы видели на море. Ну давай, 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 давай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Я прошла! Давай! Девочки, сейчас сразу же нырну! Ты! Уже удача какая с утра! Какая ракушечка красивая! Волны! Волны! Не стихают, не отпускают нас! Сашка прям жаждет! Дима, ну давай! Вперед! Я показываю уклад! Морские котики! Мам, покажи уклад! Давай! Надо заходить и не бояться! Попробуем сейчас как-то! Вон она, молодец! Уже легла! Возьми, Дим! Быка за рога! Молодец, Саша! У нас тут уже перекус готов! Водичка есть с собой! Подушечка полежать! Как подводный мир? Как подводный мир? Я не смотрясь там, Дима! А, понятно! Как покупались? Плотечек! С папой, я смотрю, прыгали, рассекали! Да! Молодцы! Там рассекали по формам! Да я видела! Я сейчас даже на коленках стояла! Ох ты! Ты что? Не такая проста, как кажешься! Да! Что будешь строить? Пока не знаю! Ну, что-то хочу раскопать, да? Да! У меня мокрый песок лежит! Мокрый? Ну, сейчас чуть-чуть здесь посидим, потом пойдем туда! Потому что если подальше отойти от моря, когда накупаешься, потому что все-таки ветерочек, тут прям такие горячие пески, от них идет жар, и тут теплее намного, чем около моря стоять, после того, как вышел. Прям тут так тепло! Каморки оплываются почему-то! Хочешь перемешать, да? Да, я хочу честно перемешать! Сделать все, и так! Сделать все, и так! Мы собрались, вещи сложили, уходим к чайкам, да? Женщина сказала, что нужно чай прикармливать, может быть, приходите с хлебушком, черный хлеб они не очень едят, они любят белый хлеб, и красивые кадры вам обеспечены, они прям с рук едят, хватаются, да? Вот сейчас вот, она им насыпала, поэтому они прилетели. Ну, только хлебушка оказывает, принесли. Всем доброе утро! Всем доброе утро! У нас продолжается влог, а день новый. Мы пришли на пляж. Мы пришли на пляж. На песчатый пляж. Вчера мы приехали с пляжа, накупались, и что-то как-то каждый занялся своим делом. Дима делал там фартук для кухни, доделывал, Сашулька там что-то делала. Я рисовала, вот дорисовала свою картину. Сегодня мы пришли на свою лысую гору, дошли по тропинке, давно здесь не были. Волны на улице, хотя температура сейчас 30 градусов. Очень жарко, душно прям, да? Но ветерочек дует, и вот это вот спасает, конечно, такая вот прохлада. Очень сейчас комфортно на улице находиться. Тут кто-то засыпал песочек, принес, привез, да? Да. Выложил такие камушки, я не знаю для чего, может, что-нибудь снимали. Или загорали, или фотосессия какая-то была. Сейчас я вам покажу волны, какие. Ну, сейчас буду подходить, будет ветер дуть. Вот внизу. Вот чуть-чуть подходишь, и сразу ветер начинается. Но люди, я смотрю, купаются, я вижу их там. Внизу не так сильно дует. Да, да, если спуститься, да. Ну, люди, вот, смотрите, тоже с пляжа идут. Как просто на рыбалочку, но из-за волны такие волны, в общем, не получится. Дима никак не может сходить на рыбалку, да. Он прям вот, каждое утро встает в 5 утра в надежде, открывает онлайн-камеру, чтобы посмотреть, что там на море делается. Идет в горы. Идет в горы. Либо спать ложится, да, и там все время волны. Да, волны. Уже там что-то долго идут волны, больше 10 дней. Ну, нам не приходится жаловаться. Мы смотрим погоду в Москве, плюс вы нам пишете, что творится. Это вообще, ребята, конечно, какой-то апокалипсис в Москве в этом году. Дождями все заливает. И в новостях тоже написали, что выпала, по-моему, одна треть нормы месячных осадков. Ну, ужасно. Конечно, вам же кусочек нашего солнышка передать. Ну что, пойдемте. Да, пойдемте. Мы просто пришли прогуляться. Сейчас пойдем в магазин сходим, сашульчики воды купим. И фикс-прайт зайдем. У нас моющее средство для посуды закончилось. Зашли в магазин красное-белое. Купили сашульки вот такую воду. Это все, что осталось. Берем сразу много. Кстати, вот эта вот вода самая, по-моему, дешевая. По 22 рубля. Для цикл. В основном, да, и белом. А воды здесь много ходит. Мы сначала наливали в свою бутылочку, которую пластиковую брали. Но тут очень тяжело ее мыть, как оказалось. Потому что в Москве-то мы моем посудомойку, так ставим, переворачиваем. И она там все хорошо вымывается. А тут тяжело вымывать. Потому что так вот если пальцем проводишь, там остается какой-то налет такой вот прям слизкий. А если ершик такой вот покупать, у нас тоже есть ершик. Он до конца все равно не проходит в любом случае. Поэтому вот мы приняли решение здесь, на море, покупать такой водичек. Ну, ты такой в дорогу куда-нибудь едешь. Ну, очень удобно, да? Попил, выбросил, купил, выбросил. Сейчас еще в фикс-прайс зайдем тогда. Мы сейчас средства купим, да? Ну что, ты занимаешься? Мам, я тебе хотела... Белизну нам надо для ракушек. А, белизну, да, ракушки. Я хотела показать, как я умею. Давай, показывай. Мам, да, немного. Все, пока. Все, пока. Ну, молодец. Чуть-чуть притягивайся. Ты у меня опять как бандитка с этим сухом. Извините. Так, ну что, давай, бирай. Сашуля, пока занимается, передала мне кольцо, которое меняет цвет. Видите, тут синее с этой стороны, а с этой стороны уже поменяла. Такое кольцо-хамелеон, 17 цветов. Все, ответственно, передаю тебе колечко. Смотри, с этой стороны оно у меня синенькое было. Муха, смотри. Да, кольцо-хамелеон. Ух ты! Поехали. Поехали. Повторюсь, вот несмотря на то, что облачка у нас такие, вот ветерочек, на улице тепло. Пойдемте там дорогу перейдем, потому что у нас фикс прайс вот там вот находится, в домах. Налево. Арбузики вон продают. Тут фруктики. Ну, у нас все есть, мы купили. Нам ничего не нужно пока. 450. Картошка тут дорогая, 55 рублей. Ну да, Сашуль. Нам дорогу надо перейти. Пошли мы в фикс прайс. Вот хочу вот это вот средство попробовать для посуды взять с Анита. Ферри, что-то мне не нравится в последнее время. Бюла, наос, тоже не отмывают. Попробуем вот это. Этим я еще не пользовалась. И мыло тоже. Такое вот взяла дуру. Туалетная роза пахнет. Нет мыла лавандового любимого дуру. Поэтому вот такое вот взяла. Плюс взяли белизну. Это ракушки отбеливать. Вот такие вот любимые наши бумажные полотенца большие. Это я вам уже сейчас показала. Сашуль, что тут? Игрушечки? Возьми, посмотрите, наклеечки. 150 наклеек. А тут еще смотрите, картина по номерам. Я боюсь вот такие-то картины покупать. Потому что, например, кошечка, да, она будет вот так вот выглядеть, когда вы это нарисуете. Ну как это вот это вот можно смотреть? Только издалека красиво, да, вот близко подойдете, это будет выглядеть не очень. Наша страна, Россия. Чегостик. Математические прописи. Это уже в школе будут учить. Я такое же не покупаю. И все для кухни. Мисочки. Тут нам вроде ничего не нужно. Все хотим пленку взять. Защитное стекло гибкое 120 на 80. Это для кухонного фартука. Посмотрим, как будет. Еще тут, смотрите, какие полочки. Для обуви. Мне кажется, она больше не для обуви. Для каких-нибудь хозяйственных принадлежностей. Что тут? По одной паре ставить на каждую полку совсем неудобно. Корзинки. Вот эти вот обожаю. Вот эти все корзиночки красивые. Правда, ставить их некуда. Но все красиво смотрится. Берем, Саш, держи. Тебе ответственный. Все, пойдем. Со мной еще, знаете, что покажу. Вот эти вот мюсли вкусные. Вот такие вот. Тоже набираем частенько. У нас сейчас дома много их уже. 10 штучек. По 9 рублей покупаем. Клюквы, вишни, мед. Видите, нам перестали доливать воду. Вон, не долила. 2 литра. 2 литра? 2 точно. Да, то и больше. Ну, мы же, конечно, хотели написать техническую поддержку взять. Вот в прошлый раз тоже, да? Деньги съел у женщины. Сейчас не долил. Это уже не первый раз у нас. Второй автомат ходит. Что-то они там халтурят. О, дедушка у нас тут салатик режет, пока мы гуляли. Моющие средства новые. О, отлично. Вот этот не понравился энергетик. Очень плохо отмывает. Сочный арбуз. Вот моя картина. Я ее дорисовала вчера. Нужно будет вставить в рамку. Вот, которую мы в Бау-центре купили. Единственное, что рамка побольше. Картины нестандартные. У нее 28 на 38, а тут получается 30 на 40 рамка. Но Дима сказал, что он мне сделает так вот небольшое паспарту будет. Фотография. Самая дорогая фотография, за которую я его заплатил. 10 на 15. Ой. Да. Но есть что вспомнить. Зато классная, да? Вообще горы. Фуникулер. Каждый день на нее любуюсь. Ну что, переодеваемся? Давайте кушать будем садиться. Ты тоже садишь? Угу. Наливай ей твою девушку. Она минералка? Не, она такая сольная. Сольная. Хочет. Мы за здоровый образ жизни. Это минералка. Семигорска. Ты будешь кушать, Саш? Да, буду. Сейчас чуть-чуть быстренько. Мордану здесь, Саш. Ай. Ай-яй-яй. Чуть-чуть. Остану на супрубочках. Смотрите, какой у нас тут. Теперь обрамление красивое. Пока это смотрится вот так. Может быть, еще доделаем. Посмотрим. Модернизируем. Все думаем и думаем. Мы, кстати, пленку купили, чтобы легче оттиралось. Посмотрим. Уже и полочки даже думали здесь. Уже и полочки думали. Думали вот так вот сделать. У нас есть управление. И осталось немножко. Может, думали вот такую полочку здесь повесить. Угу. Можно. Пока. Пока. Вот так вот. Пусть она нет. Тарабайки. Можно базилик. Базилик? Мохито? Нет, спасибо. А я буду отметки с гречкой. Чего ему сыр никто не ест? Ну ты же. Анапский. Потом мы тебя ждем, когда они потом на сцену. Ну что, будете сыр? Сейчас я его нарежу. Настоялся, да? Да. И будем есть. Ну, мне написали то, что я не доплавила сыр. Но дело в том, что он не гореть начал. Это творог такой вот какой-то вот. Неплавистый. Неплавистый был. Мне такое ощущение, что... Ну, конечно, не отрицаю, что я могла что-то напортачить с рецептом. Но там творог определенной жирности должен был быть. Вот. Может быть, это творог жирнее, который мы покупаем. Либо... Ну, я не думаю, что он ненатуральный. Там девушка писала. Если у вас не получится в том случае, если только творог ненатуральный. Ну, творог такой вкусный. Может, они, конечно, что-то там добавляют. Ну, просто с черным хлебушком можно как в качестве вот бутербродика покушать, да? Вот крошки. Ну, натуральный молоко и творог. Отличный творог. Сыр. Отличный творог. Ну, я все-таки похож. Ну, он как-то вот на брызу какой-то похож, да? Да. Брызу не похож. О, я вспомнила, Дима, что похож. Он похож на пармезан. Он пармезан такой? Ну, такой домашний получился. А можно мне тоже взять, Дима? Я просто видел домашний сыр в бабушке. Похож по вкусу. И Дима сказал, что похож. Да, по вкусу похож. Просто за счет соли что-то маковать. У бабушки он такой был, так как, более... Пресный. Не то, что пресный, он более того на нее... Не крошился на нее. Преще дело, более пластичный. Они где-то покупали сучук. Сучук это какая-то, фирма такая. И сучужный сыр делали. Очень быстро, хорошо. А что это по сучук? Это какая-то пешка, что ли, или что. И его сушивают. Потом ее режут, замачивают. Скоти, надо прочитать. Очень вкусный сыр получался. Он сейчас продажет. Да, тебе мы просто мохито сделаем с обычной водой. Положим лайм и лято. А так делать не надо? Конечно. С обычной водой. Конечно, всегда так и делают, только с обычной водой. Это лайм. Это лайм очень. Как лимон, так вкуснее. Сашка, давай чайничек. Тебе налево, чуть-чуть водички. А вам гонерозочки? Да? Так, вот для начала. А мы все, в лочке. На спрайв. Специальный. Такой вот. Но пока немножко. Так, вот, хватит. Хватит. Да еще тростниковый сахар добавляет по-хорошему. Ну, и воду немножко другую. И воду, да, немножко по-другому. Ну, у нас такой, легкий коктейль, упрощенный вариант. Так. Если кто-то знает какие-нибудь интересные коктейли, напишите. У нас такие несложные. На даче осталось ли коктейли и все их приспособлены. Да, мы с ним раньше баловались. У нас шейтер есть. У нас много всяких леперов. Целый бар стоит. Ну, потом все это мы забрасили. Какой-то Сашка родилась и перестали делать. Мы очень любили. Прям трехслойные такие. Вкусные. Очень вкусно, Гим. Только что-то мята у нас наверху плавает. Она должна быть внизу. Ну, а ее газы подняли. Спасибо. Очень вкусно. Очень вкусно. Я, да. Я, да. Это буду выкинула, а вот это оставлю, а то крышка откручивается. Хорошо. Вкусно? Вот знаешь, когда вот где-то сидишь, накупался в жарище. Да. И сидишь вот этот холодный, этот потеший стаканчик. А что вкусно? Можно взять с собой ее на море, чтобы холодильник нужно. Ну как, мам? Вот этот мятый лайм, конечно, они ему придают прям такой кислинку вкусно. Приятно. Супер. Сашка, что скажешь? Вкуснятина? Очень вкусно. Мы сейчас пришли с улицы, ходили, гуляли и зашли в магазин «Фамилию». Вот такой вот мешочек. Хотела вам показать. Сашульки купили для обуви в первый класс. Эрик Краузе. Мне понравилась такая, знаете, святая гамма красивая. В нашем детстве мешком для обуви выступал пакет. Сейчас делают специальные такие вот сумочки. Она плотная достаточно, но красивая. Можно как рюкзачок использовать. Так вот, как сумочку, так вот. А можно и в руках донести. Такие вот собачки. У нас там дети играются. Сашулька там с дедушкой на площадке сидят. А мы вот только пришли. Руки помыли. Сейчас будем готовить ужинать. Вон они. И еще помыться надо будет. На сегодня будем с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok